Кориаптерис достойное украшение для сада, уникальная расцветка, осеннее цветение, очень позднее, когда все остальные цветочки уже отходят. Помните, я вам показывала, как во дворе у меня было целое паломничество, все бегали, смотрели, восхищались этим кустарником. Теперь началась вторая волна нашествия, смотрю в окошко, бабушки украдкой подходят и дергают, дергают на семена. И действительно, размножается семенами Кориаптерис очень просто, и тем более сеянцы зацветают уже в первый год посадки. Представьте себе, вот так они должны выглядеть, эти семена. Но, к сожалению, увы, вот я вам хочу показать, почему это практически нереально сделать, размножить Кориаптерис семенами, даже в условиях нашей центральной Украины. Морозостойкость Кориаптериса на уровне до минус 25 градусов, но это касается исключительно только корневой системы. И, конечно же, желательно его хорошенько мульчировать. Но вот, взгляните, верхушки начинают обмерзать буквально уже при первых, даже достаточно небольших заморозках, которые выдерживают однолетние еще цветы. Если календула, бархатцы, петуния еще справляются с ночными заморозками, то Кориаптерис уже сдался. Листочки сразу, стремительно, после первого же заморозка, минус 2, обвяли, и созревание плодов, к сожалению, нарушилось. А ведь это кустарник осеннецветущий, потому некоторые семенные коробочки до сих пор сохраняют синеву такую, как у цветочков. Вот сейчас мы проверим, но я уверена на 100%, что вызревших семян и в помине нет. Вот бабушкам я отвечала, в декабре будем смотреть семена. Но они не доверяют, думают, может, зажало, потому вот ходят, думаю, что они там все дергают, мне прям интересно стало. И вот сегодня вышла, думаю, а ну дай я дерну. Но хоть интуиция вот меня не обманывала, что они абсолютно не вызревшие. Видите, они и не толстенькие, и вот зеленые, такие травянистые. И, в общем, друзья, сколько их там не колупало, все они зеленые, не надутые, то есть вариантов, что они дозреют там в комнатных условиях, ну, я считаю, практически нет. Вот именно по этой причине кориоптерис у нас за несколько десятков лет, произрастание на участке, только один раз дал самосев. Одно семечко проросло как-то. Вот так, друзья, поэтому не стоит обижаться на соседку, если она вам пообещала семена кориоптериса и дала какие-то не такие, бракованные. Либо, мне кажется, не стоит выписывать семена, а все-таки купить готовый саженец, тем более, что цена достаточно низкая на кориоптерис. Либо попросить тогда отводку или веточек для черенкования. Для нашего региона считаю этот кустальник просто незаменимым, так как он достойно выдерживает. Практически полное отсутствие осадка в летом, аномальную жару, несмотря на все эти условия, вспыхивает осенью, прям таким синим пламенем на клумбе. В северных же регионах, конечно, вне конкуренции, это красавицы-раскрасавицы гортензии. Но у нас гортензии горят и не украшают, а, скорее всего, вызывают сочувствие, когда на них смотришь. Итак, друзья, в плане кориоптериса на семена не надеемся, делением куста его тоже размножить нельзя, поэтому лучше всего это отводки, черенки или готовый саженец. А если у вас есть опыт выращивания кориоптериса из семян, поделитесь в комментариях, только указывайте, пожалуйста, свой регион.